Итак, Мусорский учится в школе гвардейских подпрапорщиков. Вот это здание, и то не полностью на картинке. На самом деле, оно занимает целый квартал, и по периметру стоят здания учебных корпусов и тех корпусов, где жили воспитанники. Есть своя церковь, есть свой плац для парадов. И, как я уже говорила, Мусорский учится блестяще, успевает во всем. И ему очень нравится и его учеба, и его будущее. Он даже отличился на одном из парадов. Лично получил благодарность от самого императора, который отметил его особо блестящую выучку. Мусорский был любимцем воспитанников и благодаря своему легкому, открытому характеру, благодаря юмору. Но самое главное, что привлекало его соучеников, это его музыцирование. Мусорский был совершенно незаменим на вечеринках, на танцевальных вечерах, которые устраивались тоже, чтобы воспитанники могли блеснуть своим умением танцевать и усовершенствовать его. И Мусорский играл на этих вечерах легкую музыку, то есть танцевальную, бытовую, жанровую. Но, кроме того, его товарищи очень любили его импровизации. Возвращаясь после посещения оперы, а я говорила, что Мусорский был поклонником итальянской оперы, Мусорский самые прекрасные арии, исполнял на фортепиано в таком очень оригинальном, вариационном виде и этим развлекал своих товарищей и привлекал их вот как человек талантливый и яркий. Но что интересно, ведь Мусорскому уже 15-16 лет, 17, но музыки он не пишет. Это вообще какая-то отличительная черта русских композиторов. Никто из них, никто, кроме, пожалуй, Прокофьева, не был вундеркиндом именно в смысле сочинения музыки. И, в отличие от западноевропейских многих композиторов, и Глинка, как вы помните, и Доргомышский, и Бородин не тяготели к созданию музыки в детском, подростковом и даже юношеском возрасте. То же самое можно сказать и о Мусорском. Единственное сочинение, которое было создано им в эти годы обучения в школе гвардейских подпрапорщиков, тоже, в общем-то, связано с бытом школы и, наверное, с той гордостью и с тем удовлетворением, с которым Мусорский воспринимал свое положение. Потому что это была полька, и она получила, у Мусорского получила название полька подпрапорщик. То есть даже, видите, в вдохновляющем мотиве здесь слышно и чувствуется та удовлетворенность и та гордость, которую Мусорский испытывал от сознания того, что он без пяти минут уже гвардейский офицер. С этим сочинением связана почти детективная история. Дело в том, что, собственно, записал эту польку Герке, то есть тот, вот Герке Антон Антонович, тот учитель музыки, о котором я вам говорила, педагог, у которого брал уроки Мусорский. И когда Герке записал эту польку и об этом узнал отец Мусорского, то он страшно возгордился. Ему это показалось весьма-весьма достойным. И он даже на свои деньги издал эту польку. Она была издана в 1852 году, но очень, конечно, небольшим тиражом. И этот тираж быстро разошелся. Она не была издана отдельно, а в числе других произведений, каких-то любителей, композиторов, создававших музыку. И этот тираж очень быстро разошелся. Настолько, что не осталось ни одного экземпляра. И долгое время музыковеды, в том числе ученые, посвятившие свою жизнь изучению творчества Мусорского, просто знали, что было такое раннее сечение, была такая полечка. А вот как она звучала, этого никто не мог предположить. Сам же Мусорский, как ни странно, впоследствии не отвлекался от этого раннего сочинения и даже включил его в список своих произведений. Но, естественно, современники Мусорского-то знали эту польку. Это потом, так сказать, тираж потерялся. И Мусорский даже весьма обиделся на Кюи, когда он пренебрежительно отозвался от этой безделушки, можно сказать, и даже об этом написал. Верно ли было то, что Кюи пренебрежительно отнесся к польке Мусорского? Об этом вы можете судить сами. Здесь, на этой странице, вы видите партнер человека, который, безусловно, не мог быть современником Мусорского. Это Михаил Самойлович Пекелис. Это мой любимый, глубоко уважаемый, дорогой, почитаемый профессор, профессор-музыковед, у которого я училась, у которого я делала диплом. Но дело не только в том, что Михаил Самойлович – это образец высочайшего профессионализма во всех отношениях, и как ученый, и как педагог, но это замечательный, благородный, идеально высоконравственный человек, который очень много значил и продолжает значить в моей жизни некий эталон педагога, ученого и человека. И вот Михаил Самойлович, который энциклопедически был образован и знал всю музыку, как будто бы которую вообще можно было знать, тем не менее тяготел более к русской музыке. Это было его основное направление в жизни, и его самым любимым и самым почитаемым композитором был Мусоргский. Михаил Самойлович много работал над наследием Мусоргского и писал вступительные статьи к изданию его романсов, других произведений. И вот, как говорится, на ловца и зверь бежит. Совершенно удивительная история произошла с Михаил Самойловичем, когда в 1939 году совершенно случайно в нотном букинистическом магазине, перебирая кучу нот, Михаил Самойлович нашел среди них вот это первое издание «Польки под прапорщик Мусоргского». Вот как выглядит это издание. Вы видите, что это сборник. Вот здесь целый ряд 22 произведения, перечислено включенных в этот сборник. И здесь красной стрелочкой мы обозначили «Польку под прапорщик Мусоргского». Сейчас вы услышите фрагмент этой «Польки», созданной Мусоргским в 13 лет. И те из вас, а я надеюсь, что это большинство или даже все, кто все-таки представляет себе Мусоргского настоящего, Мусоргского автора колоссальных опер, романсов трагических, драматической музыки и так далее, все удивятся бесконечно так же, как удивилась и я, услышав впервые эту «Польку» в свое время. Потому что ничего абсолютно из того, что составит индивидуальность Мусоргского и его гениальность, то, что, собственно говоря, его выделяет среди других композиторов и вызывает преклонение, ничего этого здесь просто нет в помине. Это прелестная, легкая, беззаботная полечка, абсолютно не индивидуализированная, но на что я прошу обратить ваше внимание, это на ее виртуозность. Это действительно очень виртуозная пьеска, что свидетельствует о возможностях самого Мусоргского как пианиста, потому что писал тон, конечно, в расчете на свое исполнение. Мусоргского как пианиста Компания 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 Не правда ли невозможно не улыбнуться при звуках этой кокетливой, забавной музыки? И если не знать, что это мусоргский, но никогда никто не может определить верно автора этой польки. В 1856 году мусоргскому 17 лет и он оканчивает гвардейскую школу. Одновременно с Филаретом, со старшим братом, был произведен в прапорщике и зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк. Это было очень почетное зачисление и его удостаивались только лучшие выпускники, среди которых и был Модест Петрович. И Модест с удовольствием вступает в новую фазу своей жизни. Правда, в отличие от других офицеров, он живет не вместе со всеми в гвардейском полку, а благодаря матушке, а это было возможно, благодаря Юлии Ивановне, он живет в своей квартире, потому что Юлия Ивановна приехала в Петербург, сняла квартиру и жила там вместе со своими сыновьями, чтобы обеспечить им домашний уют, заботу и тепло. Надо сказать, что быт гвардейских офицеров был весьма легкомысленным. И вот эта тяга к легкомыслию действительно закладывалась еще в школе гвардейских подпрапорщиков, потому что немногие, как Мусоргский, учились с таким стараниями, так тщательно и с интересом. Правда, когда мы делали эту работу, мы посмотрели списки окончивших эту школу и нашли среди них очень большое число достойнейших людей, которые потом сделали карьеру блестящую в самых разных областях жизни, не только в военной области. Там среди них были впоследствии и государственные деятели, и ученые. В частности, например, эту школу закончил тот исследователь Востока, который вошел в историю, как Семенов Тяншаньский, в знак того, что он первым из русских географов исследовал горный хребет Тяншань. Эту школу окончил Ермонтов из таких же гениев, как Мусоргский. То есть там достаточно большое было число людей, вполне образованных и развитых. Но общий все-таки дух школы был связан с вечеринками, с ухаживаниями за дамами и так далее. И потом, уже вступая во взрослую офицерскую жизнь, вот подобные люди продолжали вести такую же жизнь и втягивали в нее и других тоже. Но Мусоргскому это не грозило, и потому что он жил дома, и потому что его не интересовало вот такое прожигание жизни и ее легкомысленные стороны. Что же его в это время интересовало? Значит, ему 17 лет. Его, во-первых, продолжает интересовать музыка, он продолжает бывать в оперном театре, продолжает усердно заниматься на фортепиано. Матушка покупает ему прекрасный рояль, инструмент, которым он очень доволен, очень им гордится. И, тем не менее, ничего глубокого, серьезного, значительного в духовной жизни Мусоргского в это время не происходит. О чем свидетельствует его воспоминание о встрече с ним, о первой встрече с ним Александра Порфирьевича Бородина? Эта встреча произошла задолго до формирования Балактинского кружка, в котором Мусоргский и Бородин уже сошлись как товарищи, так сказать, единомышленники по интересам, по направленности музыкального творчества. Это все было задолго до того. Вот как описывает Мусоргского того времени, описывают два человека. Во-первых, это его приятель по школе компанейский, человек, кстати, очень серьезный и вдумчивый, и, как и Мусоргский, чуждый прожиганию жизни. Но его взгляд на жизнь офицеров того времени Преображенского полка очень строгий и такой взгляд человека, которого отталкивает эта атмосфера. Вот он пишет, что в Преображенском полку царили учения, маршировка, военный балет, визиты, танцы, карты, пьянство, политичные амуры в поисках богатой графини или, в крайнем случае, толстосомой кубчихи. Но это не касается Мусоргского. А вот внешне Мусоргский старался соответствовать тому образу гвардейского офицера, который казался ему идеалом. Мусоргский вполне усвоил внешние достоинства Преображенского офицера, имел изящные манеры, ходил на цыпочках петушком. А дело в том, что Мусоргский был небольшого роста и поэтому он ходил всегда очень прямо, как бы тянул спину, стараясь казаться повыше ростом. Мусоргский одевался франтиком, прекрасно говорил по-французски, еще лучше танцевал, играл великолепно на фортепиано и прекрасно пел. К тому же он бросил предосудительные занятия немецкой философии, короче, в будущности ему улыбалось. Это, конечно, сказанные иронически предосудительные занятия, потому что Мусоргский действительно интересовался философией, впоследствии тоже. Но вот какой-то период от нее отошел. И однажды совпали дежурства Мусоргского как офицера и Бородина как врача, потому что Бородин был старше Мусоргского на 6 лет. Это для такого возраста очень много. Это когда человеку 80-86, то разница гораздо меньше. А когда человеку 17 и 23, то разница очень большая. Бородин уже окончил образование, он был уже очень серьезным человеком, занятым научной работой в том числе. А Мусоргский был еще и собственным мальчиком. И вот как описывает Бородин эту первую встречу. Первая встреча моя с Модестом Петровичем Мусоргским была в 1856 году. Я был свежеиспеченным военным медиком. Вот Мусоргский выпускник школы гвардейских подпрапорщиков. Ему 17 лет. И он сфотографировался в тот день, когда он получил диплом об окончании школы. Он сфотографирован в парадном мундире с ипалетами парадными, со шпагой и в этом парадном костюме. И видно, что несмотря на очень длинный возраст и такое лицо почти детское, он чувствует себя ответственно, достойно и старается выглядеть серьезно. Я продолжаю воспоминания Бородина. Модест Петрович был офицер Преображенского полка, только что вылупившийся из яйца. Ему было тогда 17 лет. Но Бородин вообще, как и Мусоргский, был человеком с большим чувством юмора. Другой был этот юмор, чем у Мусоргского. Но вот такие вот острые определения, как только что вылупившийся из яйца, были вполне свойственны Бородину. Первая наша встреча была в госпитале, в дежурной комнате. Я был дежурным врачом, он дежурным офицером. Комната была общая, скучно было на дежурстве обоим. Экспансивные мы были оба. Мы разговаривались, очень скоро сошлись. Вечером того же дня мы были оба приглашены на вечер к главному доктору госпиталя, Попову. У которого имелась взрослая дочь. Ради нее часто делались вечера, куда обязательно приглашались дежурные врачи и офицеры. Модест Петрович был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком. Мундирчик с иголочки в обтяжку, ножки вывороченные, волоса приглашены. Ножки вывороченные, это значит, что походка такая изящная, носами в разные стороны. Знаете, как в балете ходят, называется вывороченные. Волоса приглажены, напомажены. Ногти точно выточены. Руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные, аристократические. Разговор такой же, немного сплоть зубы. Пересыпанные французскими фразами, несколько вычурными. Вежливость и благовоспитанность необычайные. Дамы ухаживали за ним. Он садился за фортепианами и, вскидывая кокетливо ручками, играл весьма сладко, грациозно отрывки из трубадура, травиаты, а кругом него жужжали хором. Шарман, дельсье, то есть прелестно, восхитительно. Очень трудно, вот так же, как невозможно в польке услышать настоящего мусорского, так очень трудно представить себе совсем скоро ставшего взрослым, глубоким, серьезнейшим человеком узнать в этом офицерике. Ну да, так было. И вдруг совершенно непонятно почему мусорский решает, что нужно писать музыку. Ну, можно предположить, что увлечение операми привело его к такой абсолютно в то время нелепой мысли. Он вообще совершенно был не образован в музыкальном отношении. То есть он знал ту музыку, которую он играл на фортепиано. И то этот круг был достаточно узок. Музорский только впоследствии узнал Шумана и других европейских композиторов. И вдруг он решает писать оперу. Он выбирает сюжет Виктора Гюго и очень бодро, энергично, решительно приступает к ее созданию, но быстро понимает, что из этого ничего не выйдет, что он вообще не знает, с какой стороны за это взяться, никак, и поэтому сразу же и отказывается. И он потом пишет в автобиографии мусорской, что ничего не вышло, потому что и не могло выйти. Автору было 17 лет. Ну, какую-то работу он сделал, потому что он все-таки упоминает эту оперу в списке своих сочинений. И жизнь Мусорского идет своим чередом, обычным, до определенного момента, который просто его жизнь решительно повернул, абсолютно решительно повернул в другую сторону. Один из приятелей Мусорского, некий Ванлярский, однажды предложил ему пойти вместе на вечер в дом к совершенно неизвестному мусорскому человеку, композитору по фамилии Доргомышский. Как я уже говорила, Мусорский абсолютно не знал русской музыки. Как это ни кажется странным, даже диким. Ни Глинки, ни Доргомышского, никого другого он не знал. И Мусорский просто пошел, потому что Ванлярский сказал, вот ты любишь музыку, а там собираются музыканты, играют, поют, может быть, тебе будет интересно. И привел его в ту квартиру Доргомышского, о которой я вам рассказывала, где действительно регулярно происходили музыкальные вечера, и где звучала исключительно русская музыка. Потому что Доргомышский и его окружение были принципиальными сторонниками развития глинкинских традиций и традиций русской национальной музыкальной культуры, что в своем творчестве и сам Доргомышский делал. И звучали и арии из опер, и хоры, и романсы. И для Мусорского это было каким-то открытием в другой мир, о котором он не подозревал. Мало того, в окружении Доргомышского, конечно, признавали достоинства западноевропейской музыки, безусловно, люди были образованными, но они считали, что в России, скажем, итальянская опера настолько подавляет национальное искусство, так оно и было, потому что все средства, ассигнованные императорским двором и казной на развитие оперы, шли на то, чтобы ставить именно зарубежные оперы, главным образом итальянские. Поэтому вот в кругу Доргомышского то, что Мусорский обожал, было просто отодвинуто, и этому не уделялось никакого внимания. Я напоминаю вам патрет Доргомышского. И вот с этого первого вечера у Доргомышского Мусорский был потрясен силой, красотой, естественностью, правдивостью русской музыки, и он стал постоянным посетителем этих вечеров. Где он познакомился? С Кьюи. Это его портрет, замечательный портрет работы Репина. Кьюи изображен в генеральском мундире, потому что он занимал очень высокий пост, он был крупным строителем, он руководил фортификационным строительством России, то есть строительством укреплений военных, и был принят при дворе. Поразительная тоже личность, когда этот человек занятый работой, непрерывно своей основной работой, важнейшей для России, когда он успевал писать музыку, когда он успевал писать статьи, потому что Кьюи был одним из крупнейших русских критиков музыкальных, а для того, чтобы писать статьи, нужно было бывать на этих концертах, нужно было смотреть эту музыку, нужно было бывать в опере. Как все это успевал этот человек, это совершенно непонятно. Так вот, Кьюи бывал у Доргомышского, и там же Мусорский познакомился с Астасовым Владимиром Васильевичем и с Балакиревым. И эти встречи совершенно перевернули, как я уже сказала, его жизнь, портрет Стасова, на предыдущей странице портрет Балакирева. И вот тут Мусорский, Патрия Стасова, потрясающий, тоже репинный. И вот тут Мусорский вдруг действительно ощущает, что его призвание подлинное – это не военная карьера, а музыка. и он решает выйти в отставку, что в его ситуации было абсолютно неразумным с точки зрения объективного взгляда и, пожалуй, даже чем-то диким, чем-то абсолютно изрядовым выходящим. Почему? Дело в том, что Мусорские не были богатыми помещиками, о чем я говорила. Мало того, их маленькое имение было разорено и очень быстро оказалось, что оно все в долгах и приходилось платить большие деньги, чтобы от него избавиться, чтобы его взяли в государство и указывают. То есть оттуда Мусорский не мог получать в жизни абсолютно никакой материальной поддержки, в отличие, например, от Глинки, правда, который мог рассчитывать на постоянные средства от своего поместья, от своего имения. Значит, эта возможность материальной стороны жизни была для Мусорского закрытой. То есть ему надо было служить. Причем та карьера, на первую ступеньку, в которой он вступил, как я уже вам говорила, была блестящей. То есть он очень быстро мог дослужиться до высоких чинов, до высокого жалования, до прекрасного положения в обществе. И вот все это бросать. А заметьте, ради чего? Ведь у него еще не было абсолютно никаких оснований для того, чтобы считать, что он может стать композитором. Он хотел именно композитором быть. Никаких оснований. Он еще ничего не написал. Поэтому его решение вызвало у одних недоумение. Казалось, что он просто сошел с ума, хотя Мусорский был человеком с абсолютно ясной головой, трезвой. Но это выглядело именно так. Какое-то помешательство, какое-то безумие. Другие возмущались его самонадеянностью, как он вдруг считает, что он может стать композитором, ведь люди долго учатся, долго развиваются, а ему уже почти 18, а он вообще ничего в музыке не понимает, не знает ни ее законов. Да вообще музыки как таковой серьезно и знает очень мало. И вот об этом пишет Компанейский. Все тот же Компанейский. Будучность ему улыбалась. Он, наверное, был бы генерал-губернатором или соответствующим министром. Знаете, как его оценивают по его способностям. Но Бог судил иное. Сгубил карьеру Мусоргского крупный недостаток. Но вот Компанейский объясняет этот поворот в жизни Мусоргского просто, потому что было очень сложно понять логику Мусоргского. Поэтому Компанейский объясняет это тем, что у Мусоргского не было денег, чтобы блистать в офицерском обществе, и он из самолюбия ушел в отставку. Но это было абсолютно не так. Невзирая на все противодействие со всех сторон, Мусоргский вот в этом своем совсем юном возрасте, не прослужив и двух лет в полку, все-таки подал прошение об отставке. Но он сформулировал по домашним обстоятельствам, обтекаемо, но у него-то была цель абсолютно ясная, не обтекаемая, а цель твердая, которую он вот в этом юном возрасте шел уже не сомневаясь. Решительнее всего отговаривали Мусоргского от этого шага. Его люди вот как бы близки ему по музыкальным интересам. Вот Стасов, например, пишет. Я усердно отговаривал Мусоргского от его решимости выйти в отставку. Я ему говорил, что мог же Лермонтов оставаться гусарским офицером, быть великим поэтом, невзирая ни на какие дежурства в полку, на гаутвахте, невзирая на парады. Мусоргский отвечал, «А то был Лермонтов, а то я. Он, может быть, умел сладить тем и другим, а я нет. Мне служба мешает заниматься, как мне надо». И Балакирев, и Кьюи, и Стасов откровенно говорили Мусоргскому о том, что он не сможет быть композитором, что у него нет ни таланта, ни знаний, ни умения, и что он совершенно зря губит свою карьеру. Тем не менее, 1 мая 1858 года Мусоргский вышел в отставку. Интересно, что вот в этом его решении, наверное, по логике, должна была бы менее всего поддерживать Мусоргского, его матушка. То есть она должна была бы, наверное, ну отца уже не было в живых, но она должна была бы настаивать более всех, так, потому что и забота о будущем любимого сына, и просто соблюдение традиций семьи требовали от нее твердости. Но она так понимала своего сына, так ему сочувствовала, что сделала все, чтобы облегчить ему этот переход. И поскольку Мусоргский практически ни в ком из музыкантов не получал не только поддержки, но и понимания, то он, конечно, от этого очень страдал. И уже с этого времени начинает себя проявлять такое состояние у Мусоргского нервного напряжения, которое иногда его даже укладывало в постель. Он сам пишет о том, что у него чередуются подъемы энергии с абсолютной усталостью. Но все воспринимали это, за исключением его матери, воспринимали как капризы. И уже в это время складывается презрительное отношение окружения Мусоргского к нему, которое сохранится и будет усугубляться и впоследствии, несмотря на ту гениальность, которую вскоре проявит Мусоргский в своих песнях, романсах, а потом и в оперном творчестве. То есть, вот сложилось мнение о нем негативное, как о человеке, как о каком-то капризном, непостоянном, и оно так и продолжало существовать в отношении Мусоргского. Вот пишет Кьюи Балакиреву, это вот как раз это 1858 год. Вероятно, Модест полдня думает о том, что будет сделать завтра, а остальную половину о том, что он делал вчера. Это откровенная, язвительная, беспощадная, издевательская насмешка. Такими мнениями они обменивались постоянно, а порой высказывали и прямо Мусоргскому, что, конечно, это его не просто обижало, а оскорбляло. И поскольку это началось уже вот в этом 1858 году, а будет продолжаться на протяжении жизни Мусоргского, то я сейчас скажу, забегая вперед, что самым, пожалуй, непримиримым к Мусоргскому человеку стал Балакирев. Это очень печально осознавать, потому что именно к Балакиреву в эти ранние годы Мусоргский испытывал наибольшее доверие и наибольшую привязанность. Мы с вами говорили о том, что Балакирев был вообще человеком очень харизматичным, и он мог вызывать к себе страстную симпатию, любовь. Именно такие чувства испытывал к нему Мусоргский. И когда Мусоргский решил стать композитором, отлично понимая абсолютную свою необразованность в этой области, то он попросил Балакирева о занятиях, потому что, в общем-то, больше некого было попросить. А Балакирев, вы помните, был очень образованным и знающим человеком, который, приехав в Петербург, знал очень много музыки благодаря самообразованию, самостоятельному изучению. И Мусоргский попросил, чтобы именно Балакирев познакомил его с законами, как пишется музыка, с законами гармонии, формы и так далее. И начались их занятия. Это были занятия за деньги. То есть со стороны Балакирева не было никакой благотворительности. Очень часто эта ситуация преподносится и воспринимается так, что Балакирев такой благородный, такой самоотверженный, занимался с Мусоргским, отдавал ему свои знания, потому что понимал талант Мусоргского, помогал ему и так далее. Да нет, это были просто частные уроки. Платила за эти уроки Юлия Ивановна, вот она и купила, я вам рассказывала, рояль, поставили прекрасный. Но Балакирев совершенно откровенно предупредил Мусоргского, и Балакирева в этом пишет, так оно и было, что он не умеет преподавать, как педагоги-теоретики, и что он лишь может с Мусоргским играть музыкальные произведения и по ходу их анализировать, вот как они, так сказать, сделаны, по каким законам они созданы. И вот так и шли эти занятия. Они играли обычно в четыре руки, но иногда не в четыре, в две руки. И действительно Балакирев знакомил Мусоргского с развитием западноевропейской музыки, с тем, как складывались формы, жанры. И Мусоргский все это впитывал, как губка, вбирал. И вот это вот и были его музыкальные университеты. Это, казалось бы, такое тесное общение сближает людей. И Балакирев, который был всего на два года старше Мусоргского, Балакирев, наверное, должен был бы испытывать, как каждый педагог, который занимается с учеником, должен был испытывать интерес к Мусоргскому. И такую симпатию к человеку, которому передаешь знания. Всегда педагоги, настоящие педагоги, любят своих студентов, они передают им, они создают как бы эстафету. Это путь в дальнейшее. Но Балакирев испытывал к Мусоргскому антипатию и раздражение, которые со временем становились все более неприкрытыми и острыми. И Мусоргский очень от этого страдал. Он не хотел вначале этого понимать. Вот бывает такое психологическое состояние у человека, когда человек отторгает что-то неприятное. Вот психика просто отторгает. И помимо каких-то реальных фактов, человек сам себе внушает, что этого не может быть, что ему кажется. Вот так долгое время считал им Мусоргский. И он вызывает в этом отношении, как и на протяжении всей своей жизни, вызывает ощущение такого очень трогательного и беззащитного человека. Он таким и оставался уже во взрослом возрасте, не только в юности. И он, знаете, вот как открытая душа, жаждущая любви, он прислоняется. Он считает, что если вот он так открыт и так любит, то это должно вызывать ответное чувство. Но с Балакирем этого не происходило. И в конце концов, это Мусоргский отдал себе в этом отчет. И это, конечно, вызвало его гнев, в конце концов, потому что Мусоргский, несмотря на мягкость, изначальную врожденную мягкость характера, вообще-то был человеком чрезвычайно принципиальным и твердым. И уже раз разочаровавшись, однажды разочаровавшись, Мусоргский вел себя непримиримо. Ну и Балакирев этого вполне заслуживает. Может быть, вам кажется, что я что-то преувеличиваю, но все, о чем я говорю, основано на документах, на письмах, на переписке. Причем это не только переписка Мусоргского, скажем, с Балакиревым, Мусоргского со Стасовым, но существует переписка между ними. Стасов, Балакирев, Стасову, Стасов, Кьюи, Кьюи Стасову. И вот там, где дело касается Мусоргского, очень редко в этих письмах встречается одобрение или восхищение. Причем, как правило, со стороны Стасова. Потому что отношение Стасова к Мусоргскому было, пожалуй, из всех участников Балакиревского кружка, так называемого, оно было самым восторженным. Стасов понимал величие гениальности Мусоргского, что нисколько не защищало Мусоргского в его глазах от осуждения, от пренебрежения, от каких-то обвинений. И в 1861 году, когда Мусоргский уезжал на некоторое время в Москву и сошелся там с интересовавшим его кругом московской интеллигенции, Балакирев резко осудил этих его новых знакомых, новых друзей и, ну, просто почти в оскорбительных выражениях о них отзывался, в том числе называл их ограниченные личности, то есть примитивные. И вот первое письмо, в которое, наконец, Модест Петрович дает отпор Балакиреву, свидетельствует о том, что уже у Мусоргского возникает понимание подлинного отношения к нему Балакирева, и он сначала как бы оправдывает этих московских знакомых, а потом отвечает Балакиреву, что раз вы так к ним относитесь, значит, вы такого же мнения обо мне, если это мои друзья. Кроме того, Балакирев стремился руководить Мусоргским, то есть он вот как воспринял его, как ученика, который действительно пришел к нему, мало что зная, так пытался им дальше руководить, а Мусоргский очень быстро взрослел. И Балакирев считал, что Мусоргский долгое время должен писать всякие учебные упражнения, писать в стиле венской классической школы, то есть что надо сначала освоить, как соединяются гармонии, как строится период и так далее, и так далее, и писать инструментальную музыку, потому что именно инструментальная музыка, как считал Балакирев, вырабатывает профессиональное мастерство. Мусоргский сначала не возражал и выполнял задание Балакирева, но очень быстро почувствовал, что совершенно не его, что это его не интересует, что он, во-первых, не хочет писать инструментальную музыку, а хочет писать вокальную, что он не хочет заниматься этими ученическими упражнениями, поскольку сам склад музыки, которую он себе представляет, совершенно другой. Вспомните, я вам говорила, что в Мусоргском очень рано созрело ощущение и возможность писать именно в русском духе, в духе старинной русской музыки. Поэтому вот эти упражнения на переченье, на отсутствие параллелизма и так далее, ему прийти, ему это было скучно и не нужно. И вот в этом письме к Балакиреву Стасов Мусоргский пишет в 1961 году «Насчет того, что я вязну, потому что Балакир ему писал, что вы вязнете, что вы не двигаетесь вперед, что вы останетесь в болоте». Вот Мусоргский отвечает «Насчет того, что я вязну, меня приходится вытаскивать, скажу одно. Если талант есть, не увязну. Если мозг возбужден, тем более. Если ни того, ни другого нет, так стоит ли вытаскивать? Из грязи какую-то щепку». Видите, это он говорит об отношении Балакирева к себе. И не случайно же это же, конечно, значит, существовало. Значит, Балакирев сравнивал его со щепкой, которая тонет в грязи. Во всяком случае, знаю одно. Письмо ваше. Побуждение досады ошибочное, потому что пора перестать видеть во мне ребенка, которого надо водить, чтобы он не упал. Это первая трещина, которая между ними пролегла. И Мусоргский, вот именно по своей доброте, по желанию дружбы с Балакиревым, он пытается наладить отношения. И он пишет Балакиреву одно за другим несколько писем, таких достаточно мирных, но более сдержанных, чем раньше, потому что раньше Мусоргский в своих письмах очень пылко выражал чувства к Балакиреву. И в дальнейшем диспотизм Балакирева, прямолинейность его, все нарастает, что приводит, в конце концов, к полному их разрыву. Вот интересно, я такую статистику провела с 1857 по 1866 год. Балакирев – это единственный человек, которому адресованы письма Мусоргского, содержание идейного, то есть в которых он высказывает свои взгляды на искусство, свои цели формулирует, свои мысли по поводу того, как должно развиваться русское искусство, что оно должно отражать, какими должны быть его основные цели и побуждения. Он был единственным таким человеком в письмах. А с 1868 года переписка почти прекращается, и это всего там несколько деловых записок. То есть вот видите, как рано с конца 60-х годов происходит их окончательный разрыв. Я это рассказываю для того, чтобы вы реально представляли себе ситуацию, поскольку такое утопическое, идиллическое представление о Балакиревском кружке как о содружестве очень близких людей, но далеко от реальности, и болезненнее всего отсутствие подобного понимания и сочувствия творческого, да и человеческого тоже. Болезненнее всего это сказывается на Мусоргском. Во-первых, потому что Мусоргский, пожалуй, из них всех наиболее ранимый и наиболее душевно тонкий и терзаемый, а во-вторых, потому что Мусоргский действительно занимал в творчестве, я об этом вам говорила, особую позицию. В это время, то есть в начале 60-х годов, Мусоргский очень быстро развивается во всех отношениях, то есть его тяготение к познанию всех наук и философии, истории и так далее, которое уже проявилось во время обучения, сейчас развивается это тяготение невероятно быстро и плодотворно. И в этом очень большую роль в жизни Мусоргского сыграл замечательный человек, вот этот изображенный на портрете. Это родной брат Владимира Васильевича Стасова, Дмитрий Васильевич. Это совершенно потрясающий человек. Он был адвокатом, и его высочайший уровень как адвоката, как профессионала и как благородного человека был отмечен уникальным знаком, заказанным специально для него. Это был золотой знак присяжного, поверенного, преподнесенного ему от имени сословия адвоката в единственном экземпляре. Дмитрий Васильевич был очень образованным человеком. В отличие от Владимира Васильевича, у него была семья, потому что Владимир Васильевич Стасов стоял на твердой позиции, что человек, посвятивший себя искусству или науке, не должен иметь семьи, что семья отвлекает его, размягчает, не дает ему сосредоточиться с должной энергией на выбранном деле. И у него действительно семьи не было. Правда, у него была пассия, это был так называемый гражданский брак, то есть не венчанный, не регистрированный, и даже дочь была. Ну, вот официально позиция была таковой. А Дмитрий Васильевич был женат, у него были дети, это была прекрасная семья, у него была огромная библиотека, колоссальная библиотека, которую он раскрыл для Мусоргского, как и раскрыл доброжелательно свой дом. Мусоргский бывал у Дмитрия Васильевича, и эти встречи в его доме, где бывали интереснейшие люди того времени, для Мусоргского были своеобразной школой. И сам Мусоргский пишет, что сначала он сидел тихенько в уголке, боясь раскрыть рот, и впитывал просто то, что он слышал. Но постепенно, войдя в целый ряд проблем, и читая очень много книг, Мусоргский стал принимать участие в этих разговорах, и он забавно пишет об этом, «Не толкайся я без спросу во всякий маломальский интересный спор или путную беседу, не быть бы не». Потому что, конечно, в этих беседах, в этих спорах порой очень многое открывалось, очень многое рождалось, и содержались и ответы на какие-то вопросы, и в то же время можно было получить какой-то импульс для размышлений и для дальнейшего интеллектуального развития. В 1861 году, это год отмены крепостного права, как вы помните, Мусоргский пережил большую душевную драму, потому что это был драматический год, и наряду с тем, что действительно отмена крепостного права открыла новые пути развития не только России в смысле промышленности, в смысле сельского хозяйства, но и воодушевила, как вы помните, русских художников на создание произведений нового стиля, новых направлений. И Мусоргский все это переживает очень остро, очень близко к сердцу принимает, и высказывания Репина, например, или Стасова по поводу того, что происходило, об этом говорят. В окружении Балакирева появляется еще один участник, самый юный, это Николай Андреевич Римский Корсаков, и Римский Корсаков и своей юностью, и своей в то время такой открытостью, страстной любовью к музыке, вызывает всеобщую симпатию, в том числе и Мусоргского. Но вот интересно, что в отличие от Мусоргского, Римский Корсаков, как вы, наверное, помните, еще по школьным занятиям, не оставил своего основного дела, он был морским офицером, и, правда, не плавал на кораблях, но служил, он служил по морскому ведомству, инспектором, и вот совмещал это до поры, до времени, конечно, совмещал с занятиями музыкой. И в следующем году присоединяется к кружку Бородин, и вот когда Мусоргский уже умер, Стасов попросил всех, кто его знал, написать воспоминания. Кто-то написал более развернутые, кто-то очень краткие, но это было, конечно, было замечательной идеей Стасова, потому что эти воспоминания освещают личность Мусоргского с разных сторон. И вот Бородин именно тогда написал несколько отрывков, несколько фрагментов о встречах с Мусоргским в разное время. И первое я вам прочитала, это была первая встреча. Вот вам новый портрет Мусоргского. Значит, то был 1958 год, Мусоргский офицерик нарисованный. А вот новый портрет примерно этого времени, 1962 года. В то время Мусоргский был уже в отставке. Офицерского пошиба уже не было. Изящества в одежде, в манерах и прочем были те же. Нас представили друг другу, но, впрочем, сразу узнали друг друга. Мусоргский объявил Шибышев в отставку, потому что специально занимается музыкой, а соединить военную службу с искусством дело мудреное. А ведь именно это делал Бородин, правильно? Так же, как и Римский Корсаков. Разговор невольно перешел на музыку. Я был еще ярым мендельсонистом. В то время Шумана не знал почти вовсе. Мусоргский был уже знаком с Балакирем, понюхал всяких новшеств музыкальных, о которых я не имел понятия. Вот с Балакирем они в том числе изучали и музыку романтика, потому что Балакирем очень любил романтизм и прекрасно его знал. После этого Мусоргский начал, с которым мы говорим о симфониях Шумана, о которых я не знала совсем, начал наигрывать и так далее, и так далее. И Мусоргский стал играть с Керца. Это с Керца он сочинял именно по заданию Балакирева. Сочинял с большим трудом и, так сказать, для себя мучительно. Но Барадин был поражен мастерством и талантливостью этого С Керца. Дойдя до трио, Мусоргский процедил, но это восточное. И я был, Барадин пишет, ужасно изумлен, небывалыми, новыми для меня элементами музыки. Вот не скажу, чтобы они мне даже особенно понравились сразу. Они скорее как-то озадачили меня новизной. Но вот такое вот, видите, второе впечатление, я бы сказала, с вопрозительным знаком, с недоумением. Вот проходит еще три года. Мы снова узнали друг друга, вспомнили обе первые встречи. Мусоргский сильно вырос музыкально. Балакирев хотел меня познакомить с музыкой его кружка и прежде всего с симфонией отсутствующего Римского-Корского. Он в это время был в плавании. Тут Мусоргский сел с Балакиревым за фортепиано. Игра была уже совсем не та, что в первые две встречи я был поражен блеском, осмысленностью, энергией исполнения, красотой вещи. Они сыграли финал симфонии. Тут Мусоргский узнал, что и я имею кое-какие поползновения писать музыку. Стал просить, чтобы я показал что-нибудь. Мне было ужасно совестно, я на ответ отказался. Вскоре мы сошли с Модестом Петровичем близко. Действительно, Бородин с Мусоргским на всем протяжении их общения находились в очень мирных и добрых отношениях. Правда, Бородин тоже иногда критиковал Мусоргского в письмах, но не столько в смысле его творчества, сколько в смысле его поведения. Бородин не понимал алкоголизма Мусоргского. Он считал Мусоргского человеком достаточно неорганизованным, распущенным. Считал, что он не умеет взять себя в руки. Ну, вот какие-то такие негативные были тоже тона. Может быть, вы удивляетесь тому, что я ну, что ли, недовольна таким осуждением Мусоргского. Да, я недовольна, потому что Мусоргского надо было понять и пожалеть. И не было бы никакого алкоголизма. Вот понять и пожалеть, отнестись дружески. А когда человек тягивается, то это болезнь. И даже в наше время ее очень трудно лечить, не говоря уже о девятнадцатом веке. Поэтому вот все эти осуждения, они мною воспринимаются негативно. Да, воспринимаются негативно. Скажу вам еще такую вещь загадочную. Я говорила, что в судьбе Мусоргского довольно много загадок. Когда Мусоргский писал свою автобиографию, это тоже загадка, почему он ее начал писать, так и не выяснили до сих пор, и почему она написана не по-русски. Предполагают, что Мусоргский получил предложение написать свою автобиографию для словаря Риммана, знаменитого немецкого словаря, автобиография, в то время готовился к изданию и для которого собирали биографии крупнейших европейских композиторов. Потому что вот эта автобиография, которую писал Мусоргский, написана от третьего лица, то есть он о себе пишет он, как печатают в справочных материалах. Такой-то родился, такой-то он и так далее, и так далее. Поэтому вот есть такое предположение, но точно это тоже не установлено. Так вот, интересно, что Мусоргский упоминает всех участников Балакиревского кружка Кромера Бородина. Почему он Бородина не упоминает, это непонятно. Что может быть между ними тоже было, что произошло, не могу вам сказать, тоже загадка. Кстати говоря, вот я говорю Балакиревский кружок условно, но как-то мне надо называть это сообщество, а в Западной Европе их называют Пятерка. И знаменитая французская Шестерка это тоже условное объединение совершенно разных в стилистическом отношении музыкантов, но в чем-то пересекавшихся. Так вот вот это условное название оно как раз возникло по аналогии с Русской Пятеркой. В начале 60-х годов Мусоргский уже пишет первые вокальные сочинения, многие из которых не просто талантливые, а гениальные и свидетельствуют о колоссальном даровании этого композитора. Но это не убеждает его товарищей и непонимание и даже такое отвержение что ли натуры Мусоргского и степени его дарования очень часто выражается в переписке буквально в оскорбительных словах. Например, вот я вам прочитаю переписку 1863 года. Балакири Вестасов в это время очень дружны, это самые близкие люди Балакиревском кружке, это самые близкие люди за один только 1961 год они написали друг другу 44 письма, при том, что общались постоянно в личной форме, устной форме. Так вот, в 1963 году Стасов пишет Балакиреву «Я совсем один, не с кем говорить, что мне в Мусоргском?» Ну да, он как будто одно думает со мною, но я не слыхала от него ни одной мысли, ни одного слова из настоящей глубины понимания, из глубины захваченной взволнованной души. Все у него вяло, бесцветно. Мне кажется, оставить его без опеки, вынуть его вдруг из сферы, куда вы насильно его затянули». То есть Балакирев. «И пустить его на волю, на свою охоту и свои вкусы, он скоро зарос бы травой и дерном, как все. У него ничего нет внутри. Мне кажется, он совершенный идиот. Я бы вчера его высек». Знаете, вот я когда это читаю, читаю я это уже энный раз в своей жизни, каждый раз совершенно свежей волной гнева и отчаяния поднимается у меня чувство к Стасову. И признавая все его достоинства и то, что он реально объективно сделал для русского искусства, чисто человеческое отношение моё к нему не может быть изменено. И каждое слово в этом письме это пасквиль, каждое слово прямо противоположное действительности. Стасов так думал, да, действительно, ему же горе. но это прямо противоположное действительности, потому что отсутствие глубины понимания и глубины захваченной взволнованной души. Может быть, не было в мире столь взволнованной души, как у Музырского. Всё у него вяло, бесцветно. Может быть, в мире не было композитора, у которого всё так ярко, так сильно, так властно, а то, что он его называет идиотом, оскорбительно. Что же отвечает Милия Алексеевич? У меня никого, кроме вас, нет. Киуи, я не считаю, он талант, но не человек в общественном смысле. Мусырский почти идиот, подтверждает он то же самое ужасное, грубое, страшное слово. Но Киуи, почему он пишет, что не человек в общественном смысле? Потому что Киуи, конечно, был верноподданным, он, конечно, был монархистом, а Балакирев, хоть и не собирался свергать царя, не было у него и у Стасова таких радикальных идей, но, во всяком случае, они испытывали критическое отношение к самодержавию, безусловно, не говоря уже о Мусырском. А Киуи нет, поэтому, вот он говорит, не человек в общественном смысле. Через год Балакирев спрашивает у Киуи, что сделать с Мозенькой? Его недавно встретил Захарьин, Мусырский объявил, что ему некогда посещать Захарина, ибо он очень занят. Захарин не без насмешки спросил его, уж не пишет ли он оперу, на что Моденька ответил, что пишет очень успешно и близо к концу, он должно быть совсем рехнулся и превращается в Тараканье. Но если начать с конца, то вот это слово Тараканье вообще запредельно грубое, какое-то плащадное, кошмарное, грязное, мерзкое отнести к чистейшему мусоргскому, чистейшему, возвышенному, благородному. Не знаю, Балакирев, как вы знаете, вызывает у меня самые негативные чувства. А вот что касается этого Захарина, кто он таков, этот Захарин, какой-то морской офицер, и он смеет потрунивать над Мусоргским. Он с насмешкой спросил, не пишет ли он оперу. А Мусоргский, между прочим, в это время, да, действительно писал оперу. Вот, Ки, также с Яда. Нельзя ли будет вам быть у меня вечером, чтобы избавиться от слишком сильных дозы моденькие? В его работу я, конечно, не верю. То есть всем он действовал на нервы, видите, Модеста Ильича. А вот в летописи моей музыкальной жизни, которую Римский-Корсков писал уже через много лет после смерти Мусоргского, ему хотелось так же, как Стасову, между прочим, в воспоминаниях. Это же именно идея Стасова, создание вот этой благостной атмосферы кружка. Это Стасов старался так для будущего, для потомков представить содружество как взаимнолюбящая, понимающая, поддерживающая. Но для этого надо было тогда уничтожить всех свидетелей и все письма, что, к счастью, невозможно было. И Римский-Корсаков, он тоже в летописи музыкальной жизни очень смягчает атмосферу, все острые углы он шлифует. И даже он вот с этим стремлением все сгладить и всех помирить, он все-таки подтверждает эту ситуацию. Замечу, что Балакирев и Киев в 60-х годах, будучи очень близкий с Мусоргским и искренне любя его, тут я замечаю, вот так любовь, я вам только что прочитала. Искренне любя его, относились к нему как к меньшему и при том мало подающему надежды, несмотря на несомненную талантливость. Им казалось, что у него чего-то не хватает и в их глазах он был особенно нуждающимся в советах и критике. Балакирев частенько выражался, что у него нет головы или что у него слабы мозги. Мусоргский был умнейший человек, образованный с колоссальным чувством логики, как музыкальной, так и житейской. И такие вот оскорбления слабой мозги. Вот они так судили его. Я большое внимание уделила этой проблеме, потому что это далеко не все, что можно на эту тему сказать и как это продолжалось в дальнейшем, но здесь это необходимо. Мне нужно, чтобы вы понимали, в какой атмосфере творил Мусоргский и как он преодолевал это сопротивление. Оно же давит на человека. Понимаете, когда человеку все время говорят, ты не можешь играть на фортепиано, не можешь, у тебя вот этот палец не так, ты не можешь, он и не сможет играть, как бы он не был способен над природой. Но если понимать, к чему стремится человек, его поддерживать хотя бы, хотя бы не мешать ему, поддерживать тем, что хотя бы не мешать, то, конечно, его душевный мир будет спокоен и он будет создавать свое искусство в естественной ситуации, а не преодолевая все время негатив, который идет даже от близкого окружения, как у близкого окружения. Что же за оперу в это время писал Мусорский? Он действительно писал оперу. Мусорский все-таки он очень тяготел к вокальной музыке и опять зател писать оперу, потому что в это время вышел русский перевод романа Флабера, французского писателя Густава Флабера «Соламбо». И русские читатели очень увлекались этим романом, а Мусорского особенно привлекла основная его идея, ну там есть и очень экзотическая любовная линия, но основная идея здесь очень драматичная и демократична, потому что здесь описываются события восстания рабов в древности в Карфагене, а Мусорский как я уже говорила был человеком очень остро и однозначно и убежденно демократических взглядов и конечно Мусорский поддерживал любое сопротивление угнетению где бы оно ни происходило именно поэтому он выбрал этот сюжет и стал писать эту оперу но я уже говорила только что он обладал ясным умом и достаточно быстро понял что эту оперу он не может написать потому что он не знает восточной музыки совершенно не знает и как бы он не старался но все равно музыка будет какой-то придуманной фальшивой и он отказался от создания этой оперы интересно что музыка там была порой столь нейтральна что некоторые фрагменты Мусорский потом использовал при создании оперы Борис Годунов то есть видимо эта музыка была совершенно не похожа на восточную экзотику начало 60-х годов для Мусорского очень хлопотно и тяжело в реальной жизни потому что как я уже сказала имение разорилось Мусорский несколько раз ездил туда ликвидировал его ну в общем это были такие хлопоты в материальном отношении тяжелые и изматывающие но при этом Мусорский любил эти поездки на свою родину потому что он там опять окунался в любимую атмосферу народной музыки и посещал церкви слушал церковное пение потому что вот в этой пскорской глубинке сохранилось в церквях древнее музыкальное богатство так же как в народном творчестве в своем изначальном совершенстве и своей изначальной индивидуальности этот процесс наблюдения за повадками жизнью музыкой говором простых людей продолжался на протяжении всей жизни Мусорского вот он пишет в письме подмечаю баб характерных и мужичков типичных они могут пригодиться и те и другие сколько свежих нетронутых искусством сторон кипит в русской натуре ох сколько и каких сочных славных и действительно вот эти наблюдения воплощались постоянно в творчестве Мусорского где образы и целые картины целые сцены кажутся буквально списанными с натуры конечно все это перерабатывалось в богатейшем творческом мире Мусорского но истоком источником служили вот эти подлинные его впечатления и вот на этой страничке работы здесь приведены очень интересные сведения о том как могли композитор в то время достойно русский композитор достойно жить на доходе от своего творчества нет не мог вот две цифры я вам уже рассказывала о судьбе каменного гостя когда можно было за оперу платить не более 1143 рублей и в то же время за оперу по заказу написанную в Эрди для итальянского театра силы судьбы гонорал составил 22 2000 рублей вот в связи с этим вот как ценили итальянскую оперу даже весьма не лучшую и русскую оперу вот в связи с этим смотрите это уже далеко из будущего что сказано в договоре композитора Мусоргского и издателя Бесселя договор на издание оперы вот он платит Мусоргскому 600 рублей и то уплаты этих 600 рублей производится первая половина 300 рублей в течение первого сезона постановки оперы Борис Гонорал вторая половина остальные 300 рублей в течение второго сезона что такое 300 рублей это конечно не теперечные 300 рублей но это очень маленькие деньги в случае исполнения оперы Борис Гонорал на одной из оперных сцен европейских или иных государств за границу я Бессель получаю часть авторского права заключающегося в вознаграждении за исполнение упомянутой оперы то есть вот обирали как хотели и на доходы от своего творчества Мусорский конечно жить не мог то есть этих доходов практически и не было вот за издание он получал копейки опера Борис Годенов ее история постановки на сцене это отдельная трагическая страница и тоже не давшая Мусорскому материальном отношении практически ничего и конечно Мусорский должен был служить вот не все знают что на протяжении всей своей жизни Мусорский служил он был чиновником хотя испытывал крайнее отвращение к этой работе работе с бумагами и так далее но служил причем служил на достаточно высоких должностях сначала в главном инженерном управлении потом в лесном департаменте и продвигался по службе эти документы имеются он получал достаточно высокое жалование он получал премии эти документы все существуют и его чин в конце был довольно высоким на то жалование которое получал Мусорский совершенно безбедно чиновник жил со всей семьей большой с женой с детьми имел дом или квартиру имел прислугу то есть это такого уровня было жалование и вот мы с вами встречаемся с еще одной загадкой в жизни Мусорского загадкой трагической почему же он бедствовал Мусорский только в 60-х годах жил более не менее в материальном отношении прилично а в 70-е годы он постепенно впадает просто в бедность и фактически в нищету у него нет денег для того чтобы снять комнату не говоря уже о квартире причем даже самую скромную комнату у него нет на это денег у него единственная возможность появляется жить у друзей и его действительно приглашает себе то один то другой человек он живет ну на таких птичьих правах можно сказать и однажды это уже гораздо позже однажды попадает вообще в ужасную ситуацию потому что он жил в богатом доме своего приятеля Голинищева Кутузова князя состоятельного человека с которым Мусорского связывало творчество потому что на стихи Голинищева Кутузова Мусорский написал целый ряд вокальных произведений правда стихи эти были не самого высокого уровня и Мусорский же их и совершенствовал для того чтобы писать на них музыку так вот вот он жил что называется из милости некоторое время в доме Голинищева Кутузова но когда однажды он вернулся домой поздно вечером то он нашел двери этого дома закрытыми и швейцар ему сообщил что господа уехали Голинищева Кутузова жил со своей матерью княгиней что они уехали к себе в имение причем даже его не предупредили он утром ушел вечером вот так вот с ним поступили предательски и что вот его вещи и идите идите куда хотите и вот Мусоргский ночью не имея в буквальном смысле слова места где бы преклонить голову пешком шел через весь Петербург и потом когда свели мосты он пришел на Васильевский остров к своему знакомому он даже не был его другом который его приютил и которого Мусоргский тоже жил некоторое время из милости и когда он туда пришел то его спросили а где ваши вещи куда послать за вещами Мусоргский сказал вот он все при мне вещи заключались в небольшом саквояже и вот это было все что все чем в это время обладал Мусоргский и почему он жил вот так бедно почему он дошел до этой нищеты мы не знаем легкомысленные люди говорят да он все пропивал это не так Мусоргский не был таким запойным пьяницей чтобы с утра до ночи пребывать в бессознательном состоянии иначе когда бы он написал такое количество великой музыки не забывайте что музыку он писал до самого конца до самой своей смерти в хмельном состоянии алкогольного пьянения ничего позитивного созидательного производить нельзя пил Мусоргский исключительно коньяк больше ничего не пил и конечно просто нелепо думать что все деньги он пропивал деньги были немалые а вот куда они уходили мы не знаем есть предположение только предположение что была какая-то семья или какой-то человек который был очень дорог Мусоргскому или перед которой семью перед которой он испытывал какие-то нравственные обязательства может быть он сам их себе эти обязательства придумал и вот он содержал эту семью и жалование отдавал этим людям или этому человеку об этом ничего не известно это только предположение которое возникло от того что по-другому но никак не объяснить эту ситуацию а натура Мусоргского была таковой что он действительно способен был в буквальном смысле слова снять с себя последнюю рубашку и отдать тому кто в ней нуждался это правда это так могло быть Мусоргский был человеком закрытым у него были какие-то закрытым вот в отношении своих личных отношений личных каких-то привязанностей и даже очень близкие ему люди как например сестра Глинки Людмила Ивановна Шестакова я вам говорила о ней рассказывала что она уже после смерти Глинки очень привечала этих молодых композиторов и они постоянно у нее бывали и особенно она жалела Мусоргского и понимала его величие и у них были нежнейшие отношения ласковые и трогательные вот даже ей он не открывал каких-то сторон своей личной жизни поэтому вполне возможно что такая ситуация могла быть но вот тайна которая окрасила жизнь Мусоргского еще одним несчастным еще одним горем вот этим отсутствием полным отсутствием средств к жизни несмотря на его службу которую он порой просто ненавидел потому что он был вынужден идти на место работы в присутствие как тогда говорили и сидеть с бумагами целыми днями вместо того чтобы писать музыку вот так в начале 60-х годов Мусоргский осуществляет идею утопическую он пытается ее осуществить в реальной жизни вообще Мусоргский был человеком дела когда я вам читала вот эти гнусные высказывания о нем что он только думает о том как бы сделать но не способен ничего делать и так далее это абсолютно далеко от истины потому что Мусоргский был человеком дело он стремился идеи осуществлять и вот в начале 60-х годов выходит роман Чернышевского «Что делать?» сейчас я знаю этот роман не изучают в школе и наверное даже не упоминают в мое время его изучали конечно как литература этот роман не вызывает восторга это скорее такая публицистика воплощенная в квази художественной форме это квази как бы художественная форма и в этом романе Чернышевский описывает желанное будущее это своеобразная утопия когда люди будут жить коммунами и ну в общем это там развернутся целый роман посвящен тому как это будет и как это будет обогащать людей и как это будет их уравнивать и как это будет способствовать созданию идеального общества будущего и вот многие молодые люди среди них Мусовский очень увлекались этим романом и Мусовский предложил нескольким знакомым создать такую коммуну они поселились сняли квартиру общую их было шесть человек у каждого была своя комната и еще была одна общая комната для совместного времяпрепровождения и эта коммуна существовала три года они вносили одинаковое количество денег на общее хозяйство и идея коммуны как и у Чернышевского так и у Мусорского заключалась в том что материально все находятся на равных правах но это только одна сторона этой идеи а главным является постоянный обмен мыслями какими-то разрешениям каких-то проблем каждый привносит то что он узнал то что он прочитал то что он думает все это вместе обсуждаются спорят приходят к какому-то какой-то истине и это коммуна видимо существовала именно благодаря Мусорскому потому что когда в 1865 году тяжело заболела Юлия Ивановна она уже в это время жила в Кареве она вернулась в свое туда к себе на родину и Мусорский поехал туда и к сожалению она умерла то он вышел из коммуны и она тут же распалась поэтому именно Мусорский своей энергией вдохновлял этих молодых людей в это время Мусорский сочинял оперу Соломбо и первые романсы о которых я говорила то есть начало 60-х годов первые романсы Мусорского уже были посвящены разной тематики и здесь были и романсы в жанре баллады и в жанре русской песни в подражании народной и романсы уже совершенно нового типа нового склада но об этом я буду рассказывать в теме которая будет называться вокальное творчество Мусорского а пока я просто отмечаю что здесь Мусорский в начале 60-х годов то есть 1863 4-й 5-й он уже формируется как индивидуальный композитор индивидуальное художественное музыкальное явление России на этой странице представлен портрет одной из двух сестер Пургальд которые играли очень важную роль в Балакиревском кружке они были не композиторами а исполнительницами Александра Николаевна Пургальд портрет который вы здесь видите в юности вот в таком возрасте она принимала участие в собраниях Палакиревского кружка а это она уже немолодая дама вот это Александра Николаевна и Надежда Николаевна это ее родная сестра эти девушки жили в доме в том же доме где Доргомышский и это сблизило их с Доргомышским они постоянно бывали на его музыкальных вечерах и вот там познакомились уже с балакиревцами очень с ними подружились и стали неотъемлемой частью их кружка Александра Николаевна обладала прекрасным голосом обе они занимались музыкой практически профессионально то есть это было уже не любительство а профессиональные занятия и обе они способны были исполнять самые сложные произведения Александра Николаевна прекрасно читала с листа и когда на собрании балакиревцев на их вечера каждый из них приносил что-то созданное заново что-то какое-то новое сочинение то все женские партии пела Александра Николаевна Александра Николаевна вероятно была влюблена в Мусоргского потому что точно мы не знаем этого но в одном из писем к ней Мусоргский пишет что я вас очень высоко ценю и люблю но сердце мое отдано другой вот почему бы он ей так написал видимо какие-то с ее стороны были знаки внимания но к сожалению из этого ничего не вышло хозяй Александра Николаевна конечно была бы ему замечательной женой но сердцу не прикажешь и впоследствии она вышла замуж Александра Николаевна за художника Молоса и в ее доме был организован прекрасный музыкальный салон она этот салон держала очень долго в нем была яркой такой фигурой видите даже на этом портрете Лепина она изображена с нотами в руке а Надежда Николаевна была великолепной пианисткой она училась у Герки у того же у кого брал уроки мусорский в кружке ее называли наш милый оркестр потому что она играла любые партитуры с листа Надежда Николаевна любила римского Корсакова он ответил ей взаимностью и она вышла за него замуж Надежда Николаевна стала для римского Корсакова совершенно замечательной супругой и женой любящей матерью его детей и очень верным помощником во всех его делах она была его секретарем его можно сказать импресарио и так далее она вела всю переписку и прочее благодаря Надежде Николаевне архив Николая Андреевича сохранился в идеальном виде потому что она понимая гениальность своего супруга берегла каждую записочку каждую строчку написанную им или ему или для него и ну в общем вот этот вот архив римского Корсакова он вообще-то среди русских композиторов ни с кем не сравним настолько 19 века композитор настолько он тщательно собран и вот здесь опять полной противоположностью является судьба наследия мусоргского потому что никто абсолютно ни один человек не заботился о его сохранности мало того постоянно переезжая из одного места в другое мусоргский оставлял где-то свои произведения просто невозможно было их все время за собой лазить свои партитуры свои произведения кто-то их терял кто-то их присваивал многое было вывезено за границу многое находится в частных коллекциях неизвестно где до сих пор и вот когда организовывали тот музей в Науме о котором я говорила музей мусоргского то ни одной подлинной вещи для этого музея мусоргского найти не могли потому что их просто не существовало я же вам сказала с чем заканчивала жизнь мусоргская с какими вещами просто не существовало ни чашки ни пера ничего абсолютно и раз мы с вами исчез заговорили это первое издание романцев мусоргского бесселя и раз мы уже заговорили о том что мусоргский не ответил возможной влюбленности Александра Николаевна и Пургальд то самое время рассказать о той кому было отдано сердце мусоргского это была Надежда Петровна Апочинина единственная женщина которую мусоргский любил на протяжении всей своей жизни при ее жизни и после ее смерти и как все в жизни мусоргского эта любовь изначально была трагической Надежда Петровна была намного старше мусоргского она была подругой его матери но она не была ровесницей матери но эта разница в возрасте делала совершенно невозможной в то время официальный союз хотя Надежда Петровна тоже любила мусоргского то есть эта любовь была взаимной в те времена брак между женщиной которая намного старше мужчины и молодым мужчиной был для света для высшего света для общества был скандальным а Надежда Петровна принадлежала к высшему обществу ее брат был министром как раз министром в том министерстве где работал инженерное министерство называлось где и работал мусоргский и для нее это было невозможно я уверена что мусоргский совершенно не смущался какими-то пересудами или косыми взглядами в свой адрес по этому поводу но для Надежды Петровны видимо это было невозможно а мусоргский свято соблюдал интересы и честь а мусоргский очень тщательно соблюдал интересы и честь любимой женщины об этой связи тоже фактически ничего не известно ни одного письма не сохранилось ни той ни с другой стороны существует легенда о том что по просьбе Надежды Петровны письма мусоргского положили ей в гроб такая легенда существует в этом случае они не сохранились невозможно представить себе чтобы мусоргский который вообще любил писать письма написал их очень много чтобы он не писал письма писем любимой женщине также не сохранилось ни одного письма к мусоргскому если они не существовали об этой связи практически никто не знал мусоргский ни с кем не делился своими чувствами судя по произведениям посвященным Апочининой она была для мусоргского идеалом женщины возвышенной умной тонкой одухотворенной Надежда Петровна безусловно глубоко понимала мусоргского и его натуру и его творчество это безусловно Апочининой посвящены несколько романцев мусоргского вот первое не только романцев несколько произведений мусоргского первое это фортепианная пьеза с названием страстный экспонент потом два романца ну если бы с тобой я встретиться могла очень текст красноречивый и говорящий о ситуации и роман с ночь вообще-то на стихи Пушкина мой голос для тебя и ласковый и томный но очень сильно этот текст переделан мусоргским в соответствии с ситуацией затем роман желания с посвящением таким развернутым и загадочным посвящается Надежде Петровне опочиненной в память ее суда надо мной вот что это был за суд то ли мусоргский уговаривал Надежду Петровну вступить в брак и открыть их отношения и стать счастливыми ну неизвестно во всяком случае мусоргский определяет время создания этого романца с 15 на 16 апреля 66 года второй час ночи он так пишет значит это была бессонная ночь полная каких-то мучений и страшным ударом для мусоргского стала смерть Надежды Петровны еще совсем молодой женщины и он пишет последний роман связанный с нею огромное письмо на собственный текст злая смерть как коршун хищный страшный совершенно романс мрачный такой романс может такая музыка и такой образ такой романс может предшествовать самоубийству суициду но как-то мусоргский из этой ситуации вышел но так же как смерть матери смерть Надежды Петровны на всю жизнь осталась в его душе совершенно не заживающей болезненной кровоточащей раны я говорю может быть очень выспленно и очень патетически но именно так переживал мусоргский эти страдания и эту разрывающую душу боль все это было конечно выражено в его творчестве не обязательно посвященным именно матери или именно Надежде Петровне но то как мусоргский выражает страдания боль разочарование смерть в музыке это не может так выразить человек который сам не страдал с такой силой и с таким отчаянием два портрета на одной страничке правда совершенно разных лет это фотографии помещены потому что одно время мусоргский настолько близко сходится с римским корсаковым что они даже вместе снимают квартиру римский корсаков еще тогда не был женат но вот им нравилось жить вместе это все относится к вокальному творчеству мусоргского это потом все у нас будет мусоргский и мусоргский который в это время уже был совершенно зрелым композитором очень помогает римскому корсакову и поддерживает его в его начинаниях а римский корсаков в это время именно под влиянием мусоргского мусоргский начал работать над борисом годуновым мусоргский римский корсаков пишет оперу псковитянка в принципе для него не характерную по содержанию но увлечение мусоргского именно такой исторической темой причем темой связанной с драматическим с драматическим периодом истории России борис и гадунов перелом и смутное время римского корсакова воодушевляет и он тоже выбирает сложный период царства время царствования Ивана Грозного и римский корсакова поддерживает и даже музыкальном отношении ему подсказывает какие-то темы то есть они в очень хорошем таком творческом тандеме жили но это содружество это совместное проживание закончилось с женитьбой римского корсакова конечно он женится он снимает свою квартиру начинает жить своим домом и мусоргский очень тяжело это переживает надо сказать потому что он в это время считал это чуть ли не предательством общих интересов что вот надо было все-таки полностью отдаться творчеству какая-то такая у него была горькая реакция на это событие но что делать каждый пошел своим путем и потом эти пути достаточно разошлись что касается творчества мусоргского значит большое количество песен и романсов он пишет в 60-е годы а в оперном творчестве его интересы продолжают расширяться оставя работу над удачным замыслом оперы Санамбо мусоргский принимается за абсолютно невиданное дело вдохновленное последней оперой Доргомышского я вам рассказывала о том что каменный гость Доргомышского создавался буквально на глазах у балакиревцев и наиболее близким себе своему замыслу Доргомышский считал Мусоргского и вы помните что каменный гость это речитативная опера Мусоргский страстно загорается идеями Доргомышского он для себя решает что он не может дальше работать не может дальше сочинять пока он не овладеет в совершенстве интонациями человеческой речи Мусоргский по этому поводу пишет очень много в письмах потому что в письмах он обычно и часто выражал те идеи которые он осмысливал в это время либо которые уже у него откристаллизовались то есть он их как афоризмы выражает и вот эти афоризмы Мусоргского из его писем входит во все учебники и так далее и его идея естественного естественной передачи в вокальных интонациях интонации речи немедленно находит воплощение в новом замысле я вам говорила Мусоргский был человеком дела и он решает так же как Доргомышский писать оперу без либретта на неизменный текст потому что либретта обязательно подгоняла текст под нужды оперы то есть она уводила либретта уводила текст от реальной жизненной интонации вот что пишет Мусоргский в письме к Никольскому это человек историк и этнограф великолепный знаток русской старинной русской русского языка древнего русской словесности древней народной и Никольский оказывал на Мусоргского огромное воздействие и близкие отношения с ним продолжались на протяжении всей жизни Мусоргского и кстати от Никольского Мусоргский заразился страстью к стилю древней русской речи он стал употреблять старинные слова многие из которых он слышал еще в детстве так говорили крестьяне но как-то потом он в цивилизации Петербурга конечно эту речь не забыл безусловно но ею не пользовался это было бы неуместным а вот теперь он вспоминает эти слова очень яркие и очень выразительные сочные и Мусоргский становится идейным противником всего наносного западноевропейского в русском быту в русской истории в русской речи во многом на этот процесс влиял Никольский Мусоргский в какой-то степени становится славянофилом но не таким узком мыслящим а достаточно широко мыслящим и понимающим значимость культуры и другого происхождения не только славянского Мусоргский становится противником Петра Первого в плане его реформ категорического противника агрессивно он относился к Петру Первому с агрессивной отталкивающей эмоцией и Мусоргский старается иностранные слова в своей речи в своих письмах заменять исконно русскими выражениями поэтому тексты некоторых писем Мусоргского воспринимаются очень с большим интересом потому что они ни на что не похожи они абсолютно индивидуальны вот в этой своей исконно русской красочной интонации и вот что пишет Мусоргский Никольскому в 1868 году если допустить воспроизведение художественным путем человеческого говора со всеми его тончайшими и капризнейшими оттенками изобразить естественно как жизнь и склад человека велит будет ли это подходить к обогатворению человеческого дара слова и если возможно самым простым способом только строго подчиняясь художественному инстинкту в ловле человеческих голосовых интонаций хватать за сердце то не следует ли заняться этим а если при этом можно схватить и мыслительную способность тиски то не подобает ли отдаться такому занятию без подготовки супа не сваришь значит подготовить к всему занятию хотя бы женитьбой гоголя капризнейшей штукой для музыки не сделаешь ли хорошего дела то есть придвинешься ближе к заветной жизненной цели совершенно замечательная цитата заветная жизненная цель это создание крупного оперного сочинения наконец-то в с тем содержанием и в той в той в том направлении который Мусорский себе задумывает который он себе представляет потому что видите выбор сюжета для первой оперы для второй оказался неудачным вот это заветная цель а для этого видите нужно подготовиться теперь считают Мусорский и эту подготовку он видит в том чтобы найти такую интонацию которая смотрите какой он умница он говорит ловле человеческих голосов хватать за сердце то есть чтобы это было не просто копирование речевых интонаций а чтобы это воспроизведение речевых интонаций обладала большой силой эмоционального воздействия и тут же пишет и при этом можно схватить и мыслительную способность в тиски то есть и эмоционально захватывать слушателя и давать пищу для интеллекта для мысли и вот для того чтобы научиться этому Мусорский выбирает сюжет комедии Гоголя Женихова то есть он идет гораздо дальше чем Доргомышский ведь Доргомышский выбрал вместо либлета текст во-первых поэтический ведь маленькие трагедии Пушкина написаны стихами и поэтический текст гораздо ближе к музыке чем прозаический во-первых во-вторых все-таки поэтический текст более традиционен более привычен даже с точки зрения либлета это во-первых во-вторых ну в этой трагедии вся драматургия у Пушкина вся драматургия очень сжата лаконична это же небольшое произведение поэтическое Мусорский во-первых выбирает прозаический текст что настолько трудно в переводе на музыку и это отмечает сам Мусорский вот он же пишет что это капризничная штука для музыки и Мусорский рассматривает эту работу только как подготовку он и в других письмах пишет что создание оперы женитьба это для него клетка в которую он сам себя запер и из этой клетки он выйдет когда он почувствует что овладел этой речевой интонацией то есть достиг цели посмотрите пожалуйста на страницу клавира это первая страница оперы женитьба я прошу обратить ваше внимание на почерк Мусорского но в то время почерк вообще у всех людей был очень хороший потому что в любом учебном заведении начальном огромное внимание уделяли чистописанию так называемой или каллиграфии и в принципе почерк был у всех прекрасный но у Мусоргских не только текст но и ноты писал как печатан вот абсолютно видите ясно чисто я его последствия еще вам покажу его автографы и вот такая идеальная красота написания и текста и нот сохранится у Мусоргского до самого конца жизни что свидетельствует о том что алкоголизм его совершенно не разрушил ни его мыслительные способности ни координацию движений потому что почерк очень меняется если человек болеет например или если разрушается личность у Мусоргского ничего подобного не было это первая страница оперы женитьба и посвящение здесь гласит передаю мой ученический труд вековечное владение дорогого Владимира Васильевича Стасова в день его рождения 2 января 73 года Модест Мусорянин это была такая его прозвище такой Мусорянин он сам себя тоже так называл Сирич Сирич это значит то есть древнее русское слово Сирич Мусоргский писано гусем то есть гусиным пером это шутка писано гусем в квартире Стасовых это вот те Стасовые Дмитрий Васильевич маховая дом Мельхова при значительном толчении народа он же мусорянин вот это вот было написано там вот это вот первая страница лицевая таким образом клавир женитьбы был подарен видите вековечное владение был подарен Стасову и обнаружен найден уже после смерти Мусоргского это совершенно потрясающий опыт Мусоргского который к сожалению не был доведен до конца первый акт он написал буквально за один месяц даже меньше чем за месяц в 1868 году и конечно конечно эту музыку он показывал в кружке где отнеслись к новому опыту Мусоргского прямо противоположно разные люди в восторге был Стасов Бородин ничего не понял он писал жене вещь необычайная по курьезности и парадоксальности то есть его поразила необычность полной новизны и местами большого юмора но в целом вещь неудачная он пишет по-французски невозможная в исполнении то есть он подходит к этой ситуации с точки зрения исполнения вокалистами невозможная кроме того на ней лежит печать слишком спешного труда ну вот Бородин видите который обстоятельно писал оперу 20 лет не мог понять как так быстро можно что-то создать то есть отношение было резко отрицательное Бадаки Рюкьюи вообще пренебрежительно отнеслись к женитьбе и считали ее фокусом считали что вот и видно что Мусорский ничего не может сделать толкового поэтому пошел на какие-то искусственные находки и выдает их за что-то значительное Римский Корсаков занимал двойственную позицию ему нравилась декламационность Мусорского но он категорически возражал против неправильной построения гармонии то есть гармонический язык он видел абсолютно ошибочным и относил это за счет малограмотности Мусорского и нежелания его учиться как надо правильно соединять гармонические функции и уже в 1908 году когда Римский Корсаков редактировал оперы Мусорского он продолжал оставаться на этой же позиции то есть она не изменилась и я говорила что ноты оперы Жених были обнаружены очень поздно и в 1908 году решили издать их редактировался тот же Римский Корсаков он внес очень большие изменения и объясняет некоторые аккорды и сочетания не имеющие музыкального обоснования заменены другими это он заменил подходящими по настроению но более и более обоснованными при притом во всех случаях таковых изменений сочетания имеющиеся в оригинале приведены в мелких нотах так что почитатели не обладающие сколько-нибудь взыскательным слухом имеют возможность исполнять произведения в неприкосновенной точности я это комментирую спасибо благородной ответственности Римского Корского сохранившего авторский текст но какова презрительная ирония по адресу всех инакослышащих беспощадно отсекающая даже тень сомнения в правильности действия редактора то есть все кто считают что мусоргский прав и что он создал гениальную музыку правда не по правилам консерваторского обучения все они видите невзыскательные они то есть просто ну какие-то с плохим слухом ничего не понимают музыки или например уничтожены мною некоторые крайне некрасивые удвоения не изменяющие гармонического значения аккордов например повторение басовых нот в обращении эксцептокорд и так далее некрасивые удвоения что есть красота вот что есть красота если бы архитекторам древней Греции показать архитектуру барокко они бы сказали какое уродство какое нагромождение никакой пропорциональности никакого вкуса все это свидетельствует о неграмотности этих архитекторов которые не знают простейших законов и так далее понимаете то есть красота это абсолютно понятие относительное и это общеизвестно и римскому Корсакову общеизвестно о чем писал Чернышевский в своей знаменитой статье эстетические отношения искусства к действительности именно об этом он писал что идеал красоты деревенской крестьянской женщины это плотные бедра большая грудь сильные большие руки мощные ноги круглое румяное лицо потому что эта женщина создана для того чтобы работать для того чтобы иметь детей для того чтобы обеспечивать семью и она ее красота это олицетворение здоровья а в высшем обществе такая женщина кажется уродливой потому что там красота это очень тонкая талия очень маленькие ручки и ножки очень узкое тонкое лицо бледное ведь загар считался признаком как раз простонародного облика и поэтому знатные дамы всегда скрывали в хорошую погоду лицо зонтиком знаете и Чернышевский пишет с юмором что если бы вот такая красавица из высшего общества появилась в деревне то сразу бы ее все стали жалеть потому что сочли бы близкой к смерти вот с таким вот внешним видом поэтому но римский корсаков так культурный человек он же понимает что красота григорианского хорала диаметрально противоположна красоте музыки Вагнера и вот он смеет это писать некрасивый удвоение ну в общем короче говоря такая вот судьба творчества всего творчества Мусоргского Мусоргский закончил первый акт как я уже сказала он был исполнен и в Балакиревском кружке и даже противники этой музыки не могли удержаться от хохота но тем не менее все-таки в целом этот опыт Мусоргского вызвал негативное отношение что вообще это не тема для оперы обывательская среда какие-то ничтожные людишки в центре внимания и даже Доргомышский который как я уже сказала более всего был близок которому более всего был близок Мусоргский услышав это исполнение сказал что немножко далеко хватил то есть даже он посчитал что Мусоргский уж слишком дерзко проявил свое новаторство опера это совершенно гениально и мы можем только сожалеть что Мусоргский прекратил над ней работу даже в этом незаконченном виде опера и сейчас исполняется иногда как одноактная иногда в паре с еще какой-то одноактной оперой и Мусоргский вырвавшись из этой клетки как он говорил тем не менее ее очень любил и в письме Стасову он пишет он же подарил позже в 73-м году я же вам читала это дарственную надпись и он пишет возьмите мою юную работу на Гогольевскую женитьбу посмотрите на попытки музыкальной речи сравните с Борисом сопоставьте 68-71 год увидите что я дарю вам бесповоротно самого себя то есть в женитьбе Мусоргский стал самим собой он это понимал терпеть не могу посемок думаю что на охотника женитьбы многое раскроет на охотника женитьба многое раскроет по части моих музыкальных дерзостей вы знаете как я дорого подчеркнуто ценю ее эту женитьбу и правды ради знайте что она подсказана дорогомышским в шутку и в шутку не знаю почему больше нигде об этом свидетельства нет почему Стасов не обнародовал эту рукопись не могу сказать только в 1893 году через 20 лет после того как он получил ее в подарок и через 12 лет после смерти Мусоргского Стасов передал ее в публичную библиотеку где он работал но долгое время никому не разрешал пользоваться этими нуждами вот почему вот что это за загадки и только в 1906 году он наконец разрешил Римскому Корскому познакомиться с этой партитурой ее там детоксировать и она вышла в издательстве без целян и она монет с этой партитурой с этой партитурой это библиотеку и просто библиотеку и